Молния не сразу была физическим явлением. На протяжении, пожалуй, почти всей истории человечества это было оружие богов. И вот как только появились какие-то источники, даже не письменные, а какие-то картинки древние, на них уже было изображено, как молния поражает или людей, или животных, или здания какие-то, сооружения и так далее. Молния явление замечательное, удивительное и поражающее. Те, кто видел такую большую грозу, почему его не сводили к магнитике? Потому что оно появлялось и исчезало. Магниты, они были намагничены и, в общем, греки не знали, как магнит сделать не магнитным. Электричество настолько, вообще говоря, удивительное явление, в отличие от механики, многих тепловых явлений, которые люди знали, что фактически его развитие смогло быть только с развитием науки. Для греков, естественно, когда мы говорим, то мы говорим о самых просвещенных греков и, безусловно, еще многие-многие годы люди, которые наукой не занимались, так и придерживались этого взгляда. Вот первые рациональные представления о молнии были, опять же, у греков. Это механические теории. Вот, Анаксимент считал, что молния – это результат сгущения облаков. Демокрит, что молния – объединение облаков. Ну, возможно, они звучат как-то там, ну, объединение облаков, возможно, это аналогия, когда вот два камня, искорки вылетают, возможно, что-то у них вот из этого. Потому что они ведь не знали природы, из чего состоит облаков. То, что облака и туман – это одно и то же, и это, в общем, для греков это было неизвестно. Потом появились, опять же, у греков химические теории молнии. То есть, ну, это уже, ну, не теория, это все-таки, это некоторый взгляд. Аристотель говорил, что молния – это воспламенение горючих испарений. То есть, и Аристотель, ну, Аристотель обобщал многие взгляды, это не значит, что все, что он говорил, это он открыл. Он собрал очень многое. Но уже у него четко написано, что гром позже молнии. Это было уже большое, большое достижение. Причем вот эти взгляды химические, они продержались, а что люди знали? Они знали взрыв, знали горение, знали механические явления. Поэтому вот они пытались аналогию найти здесь. И вот даже Джон Валлис, это уже 1616 год, 1703, да, то есть, это ведь после Галилея. Еще все, что соединение серы и азота – это вот молния. И надо еще подчеркнуть, что вообще в древности не было понятия стихийное бедствие. Вот стихийное бедствие – это современное понятие. Считалось, что вот и в христианстве, и во многих религия, молния, как мы говорили, наказание богов для расставщиков, танцоров, разравдников и богохульников. Вот понятие стихийного бедствия тоже было в действительности это современное и рациональное понятие. И вот смотрите, вот две тысячи лет прошло, мы уже очень много знали про планеты, про и так далее, и так далее. А история электромагнетизма так и осталась на уровне, который был у Фалеса Милецкого, ну или там чуть позже. И вот великий ученый Вильям Гильберт, который был врачом королевы Елизаветы Первой. Вот это был замечательный ученый, по масштабу он вообще-то не меньше, чем Галилей. И, пожалуй, одно из самых великих открытий. Но как-то вот он был благополучным человеком. И это самое. Он в 1600 году, это еще за 11 лет до выхода звездного вестника Галилея, написал такую знаменитую работу о магните, магнитных телах и большом магните Земля. Он научился намагничивать всякие предметы и догадался на огромный металлический шар намагнитить. И потом он маленькую стрелочку вокруг этого шара носил, и стрелочка двигалась. И он говорит, и он королеве это показывал. Вот здесь вот показаны тут электрические эксперименты, где он натирал там эти самые, вот у него перышки поднимаются. Но в электрических экспериментах он говорит, смотрите, ну так же и Земля, большой магнит. Понимаете, вот Гильберт, это тот человек, вот в истории электромагнетизма, первый, который сказал, что Земля это большой магнит. И причем это доказал. И он был самым настоящим прекрасным экспериментатором. В его работе 600 экспериментов. Что вообще говоря, вот это как раз уже большой разрыв с греками. Греки считали, что эксперименты не нужны, и в общем поэтому они двигались. Вот его логика, что намагниченный шар плюс компас, все равно, что Земля плюс компас, значит Земля большой магнит. И он же начал систематически, он вдруг начал натирать все, что ему попадалось. Не только янтарь. А вообще-то, ну как вы знаете, янтарь по-гречески электрон. Он начал, притягивая, он и алмазы, и стекло, и сапсир, и сера, и сургуч. Он все натирал, все делал. То есть он показал, что электрические явления, их много. Но в электричестве, в отличие от магнетизма, он так далеко не пошел. Зато он сделал все-таки следующий серьезный шаг. Вот как ни странно, следующий такой важный шаг сделал не кто-нибудь, А Лейбниц, тот самый великий философ и математик, один из создателей высшей математики, замечательной философии Лейбниц, с помощью того, что придумал Гильберт, и с помощью усовершенствования, которое придумал, не просто руками натирать, видите, уже появляется шар, это серный шар, знаменитый Отто фон Геррики. И Магдебургский, он был магистром, бургомистром, да. Используя вот этот шар, Лейбниц получил первую искру электрическую. И описал это, что есть первая искра. Но, видимо, искры у него были маленькие и трещали слабо. Но вот он не предположил, что электрические явления и молнии связаны. Вот почему это не произошло, это удивительный факт. А вот, честно говоря, я потратил очень много времени, ну, чтобы выяснить, а все-таки кто первый в мире предположил, что молния и искра родственные явления. И если вы откроете какие-нибудь там школьные учебники, это самое, то все начинают там, ну, кто-то там, если это патриотический учебник, то это Ломоносов, если учебник не патриотический, то это Франклин и Далибар. Но удивительно, что первым человеком, который в явном виде это сделал, причем он опубликовал в первом научном журнале, то есть все как нужно в науке. Это был Самуэл Волл. Вот в русской литературе, к сожалению, нигде нет даже его имени, везде пишут Волл, причем путает года, когда это было. А это вот страница, это первая страница первого научного журнала записки королевского общества. Это вот первый выпуск. Я не нашел этот Самуэл Волл, настолько неизвестный человек, что незаслуженно неизвестный, что его фотографию я даже не нашел. Вот этот Самуэл Волл, так же как и Лебниц, он научился, видимо он лучше. Вот этот 1708 год, больше чем за 40, за 45 лет до Далибара и Франклина, за 45 лет, он занимаясь опытами по фосфориценции, независимо от Лебницы, а Лебница наблюдает искру длиной почти в дюйм, то есть это довольно большая искра. То есть он научился, видимо лучше Лебница, наэлектризовывать и сохранять электричество, как-то, на чем-то. И когда он услышал, увидел эти разряды, они сопровождались треском. И тут его и осенило, что раз есть гром и молния, да, и вот он первый, причем он услышал потрескивая, и первым в мире предполагает, что молния и гром это огромная электрическая искра, и ее треск это гром. И он публикует, вот, да, Philosophical Transaction of the Royal Society, он публикует свои результаты. Знаете, и есть такая вот песня популярная Городницкого, что нас не вспомнят в избранном, мы писали плохо, нет печальной участи первых петухов. Вот это тот самый случай, что нет печальной участи первых петухов, что человек, который фактически сделал самый решающий шаг, более того, он честно опубликовал, опубликовал в единственном и лучшем научном журнале. Но, в общем, потом его не то чтобы забыли, но забылали на него ссылаться. Итак, 1708 год, первый раз высказано предположение. Прошло 20 лет, время сжимается. Самуэль Грей открывает явление электропроводности, вводит понятие проводниково-изоляторов. В 1733 году академик Французской академии наук, очень такой известный ученый своего времени, уже настоящий ученый, Шарль Дюфе, установил, что у электричества существует два вида зарядов. Он их зарядов, то есть он раньше Франклина это предположил, стеклянный и смоляной. И вот два человека, Эвальд фон Клейст, который вообще-то первый придумал Лейденские банки. Но, как всегда, опять как та же история, вот тот, кто сделал явление популярным, и тот, кто его продвинул, обычно ему приписывается, не первым людям, а тем, кто смог это явление хорошо популяризировать. Ну, популяризировать в научной среде тоже. И вот Питер Ван Мушенбрук, он был очень хорошим ученым, а Клейст был больше инженером таким. И вот он создает Лейденские банки большой емкости, то есть конденсаторы. Появилось, вот это был значительный скачок, появилась возможность собирать электричество куда-то, накапливать. А Лейденская банка, это довольно простая вещь, это стеклянная банка, которую металлической станиолью оббили. То есть получался конденсатор. Есть металл, а между металлом есть диэлектрик. И есть у вас некая металлическая штучка, на которую можно этот металл собирать. До определенного момента конденсатор можно заряжать. И формулирует великий закон сохранения заряда. Он понял, что когда положительное и отлицательное, они могут друг друга уничтожать. В 1935 году Грей и Дюфе тоже сравнили с крус-молнией. То есть в действительности это не очень сложно. Как только слышатся трески и удары, то есть это не было каким-то вот таким жутким прорывом. Дюфе не знал об Олице, а Грей знал. Вот Яган Генрих Винклер детально сравнил. Он уже научился с этими банками, тут большой прогресс. И он первый предположил, опять же, до Ломоносова и до всех остальных, предположил, что электризация идет с толкновением частиц. То есть фактически природу электризации вот это Генрих Винклер. И его потом забыли. То есть фамилия Винклера такая неудачная, мы дальше увидим. Будет еще один Винклер через много лет, через 200 с чем-то лет. И вот, так сказать, как доказать электрическую природу молнии. То есть мы видим, что очень многие говорили, что природа молнии электрическая. Как доказать? Вот надо бы собрать электричество с облаков в банку, в Лейденскую. Вот если мы соберем из облаков электричество в банку, а потом с этой банки сделаем обычный разряд, как мы натирали, ну, значит, молния имеет электрическую природу, а никакой не дар богу. Но, сейчас, Франклин опоздал. Вы помните, у нас там 2000 лет, 100 лет, 40. Опоздал на месяц. Он писал, Франклин писал письма. Тогда еще, ну, не все писали в журналы, да? И его письмо стало известным. Небольшое количество людей. И вот, Далибар, Стержень, Далибар, который предложил сам Франклин. Но Стержень был на изоляторах. И вот, когда подходила гроза, а когда гроза подходит, то очень сильно увеличивается электрическое поле. Облако заряженное, а у заряженного предмета всегда есть электрическое поле. Вот облако довольно сильно заряжено, поэтому на большом предмете наводится электричество, и стали проскакивать искры. И вот, 10 мая 1752 года, именно эта дата считается датой доказательства, что молния и есть электричество, Далибар провел свой эксперимент. Франклин об этом не знал, потому что все-таки не было тогда месяц, а он в Америке был. И вот он, Франклин, вот эта знаменитая картинка с мальчиком, который ему помогал в июне 752 года, может даже меньше месяца было, он запускал змей. Вот у него здесь есть ключ. Видите, здесь не было проводящий, здесь проводящий. И он ключом, вот она, лейдинская банка, он искорки проскакивали, потом он банку разряжал. И вот он доказал. Интересно, что Далибар, так сказать, ну, всячески признавал, что он сделал это Франклина. И они увиделись, когда Франклин приехал послом во Францию, то Далибар его встречал. И вообще говоря, была напряженная ситуация, потому что, ну, эксперимент первый сделал Далибар, но они, в общем, подружились, и Далибар никогда не подчеркивал, что все-таки первый был он. Ну, тут на картинке есть, конечно, искажения. Видите, прям молния чуть ли не касается этого. Если бы, не дай бог, она коснулась, ни мальчика, ни Франклина не было. И, может, Америка бы не отделилась от Англии, если бы это произошло. Это для красоты. Характерно, что они все-таки не доказали электрическую природу молнии. Они доказали, что во время грозы есть электризация. Потому что, конечно, ни в одном из этих экспериментов нету того, что молния провзаимодействовала с этим. Но, как бы, это то заблуждение, которое помогает. Молния – это большая искра. И, ну, вот тут нарисована машинка электрофорная, да? Ну, это вот в нее эволюционировал Мушенброка машина. И вот тут, так сказать, очень важная вещь. Но, когда люди научились измерять электрические поля, и когда они стали знать, какое вообще напряжение нужно, чтобы пробить вот эти, вот между вот этими двумя шариками, вот это расстояние, то оказалось, что на один сантиметр надо 30 киловольт. Это очень большое напряжение. 30 тысяч вольт. И вот был такой Симпсон, знаменитый ученый, который научился измерять на большое расстояние электрический заряд. Если у вас есть на большом расстоянии в облаке электрический заряд, то на Земле можно его померить. Ну, он, естественно, вначале мерял какие-нибудь шарики, заряжал, и так далее, и так далее. И он померял электрический заряд. Я тут не буду останавливаться подробно. И вот по Симпсону, ну, облако движется, там заряды есть, можно много таких измерителей сделать. Их делают там 5, 7, там и так далее. И вот интегрально то, что можно вычислить, он понял, что есть вот отрицательный заряд такой, приблизительно минус 20 кулон, положительный заряд приблизительно 24, и вот маленький положительный внизу 4 кулона. То есть люди с определенного момента, это в начале 20 века, стали понимать, какие приблизительно заряды сосредоточены в облаке. Это было очень важное такое открытие. Это не значит, что есть 3 заряда, это интегральные вещи. Поэтому, ну, это обыкновенная школьная формула, что электрическое поле единичного заряда пропорционально заряду и обратно пропорционально расстоянию вверх в квадрате. Ничего страшного. Но, если попытаться, зная, что нужно поле 26-30 кВт на сантиметр, чтобы пробить, еще, то легко вычислить, что это оценка снизу, потому что заряда 3, они друг друга там уничтожают. Но, если бы даже заряд был один, то нужен чудовищный заряд. 1300 кулон. Для того, чтобы пробить расстояние от земли до облака, которое приблизительно 3 километра, ну, здесь вот приблизительно 3 километра и забито, получается, что 1300 кулон, это вот если мы вот все выкинем, а в действительности больше. Ясно, что там мы видели заряды 20-30, то есть таких чудовищных полей нет. А как же молния пробивает такие огромные расстояния? Ну, опять же, можно сказать, что молния, конечно, похожа на искру, так и то, и то плазма. Поэтому это правильное предположение. А плазма, это фактически газ, в котором много электронов, и он проводит ток. Нам достаточно будет этого. Как же молния пробивает такие большие расстояния? И что очень важно, что это именно еще одно противоречие. Вот науку движет противоречие в действительности. И вот это важнейшее противоречие поставило перед учеными, которые занимаются молниями, большой вопрос. Ну, хорошо. Это вот как бы потом люди стали самолеты запускать в облака, чтобы это такой героический этап был и у нас. «Иду на грозу» такой был роман про людей, которые это делали, именитого у нас был такой человек. И в Америке, и еще дальше. Вот реальная структура облака, которую они померили, конечно, гораздо сложнее. Вот если заряды посмотреть, видите, они там... Но в целом, Симпсон был прав, в целом, приблизительно отрицательный заряд внизу, небольшой положительный, большой отрицательный. Это как бы интегрально, они есть. Но, конечно, система заряда в облаке очень сложная, да? Давайте дальше. Вот дальше пойдем. А вот второе противоречие. Вот смотрите, это обыкновенная фотография молнии. Видите? Но обратите внимание, вот на эти места, где стрелочки, вы видите, что молния движется совсем непрямо. Она движется против... Она вот даже кругами ходит, видите? Вот в этих местах, а там она шла-шла-шла, вернулась назад, там это самое. Вот это второе противоречие. Как же так? Поле электрическое, мы знаем, что оно идет от облака вниз, а в действительности может двигаться по кругу, против поля и так далее. Вот с этим надо было разбираться. Но это вулканические разряды, которые иногда тоже называют молниями. Это разряд, это не молния из облака, это при извержении вулкана. Но тут мы тоже видим целая каша. То есть никакое прямолинейного распространения, как люди привыкли, как рисовали молнию в этом, нет. Дальше. Это тоже вулканические молнии. Вот. И вот был еще один такой человек, и опять у нас эта история повторяется. Бойс. Это человек, который все говорят, вот герой науки, да, вот герой науки. Вот для меня вот этот человек образ героя науки настоящего, такого служения науки настоящего. Вот когда вот Симпсон померил, очень многие поняли, ну вообще надо разобраться, надо бы попытаться увидеть не фотографию, фотография уже тогда была, и фотографии молнии были, более того, спектры молнии были записаны. Но попытаться увидеть, как же движется молния. Как, что происходит, пока она из облака выходит на Землю. И вот Бойс придумал камеру, вот такую. Она очень быстро вращалась. Видите? Два объектива, две призмы. И он достиг на своей камере одну сорокатысячную секунду. Это вообще и сейчас хороший результат. То есть 25 микросекунд, ну не на кадр, у него развертка была непрерывная, у него не было кадров. Вот посмотрите на этого замечательного человека. Чем он замечательный? Он 29 лет со своей камерой, 29 лет ездил и пытался снять молнию. И у него не получалось. И в конце этого срока, не то что не получилось, но это сложно, потому что ведь нет никакого электричества, нет никакого, ни от какого явления ты не можешь запуститься. Камеру он, видите, крутит руками. Еще как-то точно так же, как крутили обычные камеры. И вот он 29 лет пытался, и в конце он снял. 26-й год, вот такие годы. То есть с 10-го, по-моему, по 36-й, пока наконец, ну сейчас я покажу человеку, который с его камерой снял. Вот. Ну и вот, и он снял, он в действительности снял, но он не смог разобраться. Дело в том, что это очень сложно. Вы же не просто получаете фотографию, а вы получаете фотографию размазанную. Ее очень трудно интерпретировать. Но, слава Богу, вот тот человек, вернее, руководитель команды, который после того, как он опубликовал вместе со своими соавторами, Маланом и Коллинзом, результаты, ему королева присвоила звание сэра. Это сэр Базель Шонланд. Тоже очень интересная фигура. Он в ЮАР проводил эксперименты с камерой Бойса. И вот Малан у него был человек, замечательный инженер, который усовершенствовал камеру Бойса. Лучше. И вот они получили, вот вы сейчас исторические фотографии, ну, это не совсем те, которые они снимали, но здесь сейчас мы покажем, вот как делается открытие. Да, видите, довольно неказистые вещи. Вот здесь башня. Вот это молния идет. Да, вот, кстати, куда идет молния, видно, куда у нее распространяются усы. Вот если усы вниз идут, обветвления, значит, она движется сюда. Вот она в эту башню ударила. Ну, тут есть еще, видите, и второй такой. Вот здесь мы видим развертка. Это что такое развертка? Камера движется, и поэтому, вот это 100 микросекунд, очень короткая вещь. И вот мы видим, видите, вот, мы видим такое свечение, какие-то черточки в разные стороны. Вот эти черточки и были движением нечто, что существовало, нечто, что существовало до разряда молнии, и которые мы видим глазами, и которые мы фотографируем. И вот он, сэр Шонланд, ввел понятие ступенчатого лидера. Почему ступенчатый? Потому что, видите, какие-то ступеньки, да? Молнии. И потом, ну, это вот, мы видим, вот это вот, вот эта вот ветка, вот она, вот удар, а развертка, конечно, он двигался вниз, ну, почти прямо, но время его растянуло, вот он, есть этот лидер. И так, было понятно, почему же, как же решало, то есть природа нашла какое-то решение, не нужны ей такие чудовищные заряды. И не надо там две тысячи кулон, чтобы пробить это расстояние. Она при двадцати, и при десяти пробивает, да? Вот нашла она этот способ с помощью лидера. И он определил, он его назвал ступенчатым, вот это ступени этого лидера, ну, это с большого расстояния, поэтому они, он их определил от десяти до ста метров, и скорость у них довольно большая, двести километров в час, два на десять пятый метров в секунду. Вот это движение, вот сэр Базильшон. Вот теперь мы стали представлять, это тридцать шестой год, ну, и дальше сейчас идут исследования, но мы стали представлять, как же, что же происходит с каналом молнии, который выходит из облака. Итак, вот есть этот самый лидер, мы видели вот на этой картинке только вот эти яркие вещи, которые потом назвали ступенями. Вот этот канал, он не такой яркий, он не виден на картинке, но он естественно есть, потому что, когда лидер доходит до Земли, то мы видим этот канал, он идет по этому пути. И мы его сейчас увидим с вами на современном оборудовании. То есть, вообще говоря, мы видим, что он приблизительно 20 миллисекунд, ну, это все средние параметры, бывает больше, от облака 20 миллисекунд, это вообще говоря, то, что говорят мгновение глаза, это разрешение глаза. Вообще говоря, лидер от облака до Земли проходит так быстро, что мы, скорее всего, этого не можем видеть. Потом следует пауза, вот она где-то 40 миллисекунд, а вот 40 миллисекунд, 25 миллисекунд разрешает глаз. Потом опять по этому уже каналу, по которому был разряд, бежит еще один, так называемый, стреловидный лидер. И потом идет обратный удар. Видим мы только обратный удар. Он очень яркий, с очень большим током. Ток достигает, ну, 300-400 кА. Это огромные, чудовищные токи, которые бывают, но они здесь. У лидера ток небольшой. Вот у лидера молнии ток приблизительно там до 1 кА. А вообще где-то 100 А. То есть ток вполне такой маленький. И вот таких разрядов, которые бывают, с такими вот промежутками, бывает у нас в нашей полосе 4-5, а вообще бывает и 40, и 50, и даже, по-моему, кто-то около до сотни доходило. Так как между ними 40-30 миллисекунд, то глаз это улавливает. Вот когда мы видим, что молния мигает, это она, конечно, не мигает. Это просто мы различаем разные разряды. Значит, был не один разряд. Бывает молния с одного раза. И молния, она отрицательная. Вот в основном, из 10 случаев 9, потому что нижний заряд отрицательный, на Землю, и нам в этом везет, положительный был бы гораздо хуже, в основном бьют отрицательные молнии. Вот вы сейчас видите то, что не мог видеть никто. Вот вы видите лидер. Вот это тот самый, вот это движение тех самых лидеров, да, это 10 тысяч кадров в секунду. Это в Шанхае, к высотным зданиям спускается. Вы видите, вот они раз... Вот это те самые лидеры, которые, ну, при наших современных чувствительных камерах мы видим покадрово. И нам не нужно так сложно это делать. Но вот вы видите, настоящая, это научная съемка, да, это очень дорогие камеры, чувствительные. Вот они показывают. Видите, вот это самое. Когда, ну, это было уже довольно давно, было открыто. Вот обратите внимание, что, видите, вот навстречу, когда у облака очень большой потенциал. Вообще 50 и 100 мегавольт. То есть не у облака, а у канала молнии. Это чудовищные потенциалы. 50 и 100 мегавольт. То есть они наводят на высотных сооружениях большие поля. И вот вы видите, что обычно, когда говорят, молния ударила в здание, это не совсем правильно. Обычно здание поднимается встречный лидер. Вот мы их видим. Видите, вот эти лидеры. Это встречные лидеры. Сейчас мы... Ну, тут написано тип-ту-тип. Это значит, что стержень-стержень, такие эти самые. Вот тут эта камера, это вот мы видим тот же самый процесс со скоростью в 5 раз больше. Вот мы видим, как с верхушки здания поднимается встречный лидер. И фактически все время идет конкуренция. Когда молния опускается на землю, то со всех высотных сооружений, с деревьев поднимаются встречные лидеры. И тот первый лидер, который встретится с любым из каналов молний, по нему и проходит основной удар. Вот поэтому и никогда в грозу не надо сидеть под деревьями. Вот под деревьями почему нельзя сидеть? Молния не бьет в дерево. Дерево посылает встречный лидер наверх, который перехватывает. Вот вы видите сейчас уникальные кадры, которые, в общем, конечно... То есть в воде купаться безопасно? Ну как, если она... Почему нет? В воде купаться не безопасно. Вода проводящая. Поэтому, если молния от вас в 100 метрах ударит, вас, если вы... Вас может убить. Из воды тоже лидер может быть, да? Нет, из воды не будет. Из воды лидер тоже может быть, но даже если его не будет, там, если она гладкая, настолько... Это просто, когда пройдет ток 30 килоампер и растечется по воде. Поэтому, самое вообще говоря, в машине прятаться. Вот машина является клеткой фарадея. Если есть возможность в грозу, залезьте в машину или в здание. Потому что, явно, что из здания это самое. А если нет такой возможности, то лучше вымокните, но свернитесь калачиком или полежите. Даже если молния ударит рядом, не будет большого разности напряжения. чем больше расстояния, вот поэтому птицы на проводах, на высоковольтных, почему они не гибнут? Потому что, например, крупные птицы гибнут. Вы обратите внимание, что на проводах высоковольтных сидят только мелкие птицы. Те крупные птицы, которые на них сажались, их уже нет. Поэтому крупные птицы знают, что на провода не надо садиться, напряжение мутит. А почему в машине безопасно? А потому что у вас потенциал одинаковый. У вас ток растекается по машине и внутрь машины не попадает. Это еще фарагей придут. А если трогать ее можно? Нет, нет, вот это не надо. Вот трогать ничего не надо. Надо сесть в машину и ничего не трогать. И подождать. Ну вот какие бывают молнии. Опять же, мы пока говорим только про молнии, которые доходят до Земли. Вот это нисходящая отрицательная молния 1, это восходящая, положительная. Потому что когда грозам, вот то, что хорошо, что у Франклина был маленький змей. Вот там был Дюфе, не Дюфе, а я забыл, там тоже еще один француз. Он сделал змей, у него змей был 250 метров. Так у него искра проскочила 3 метра. Поэтому как его не убило, убило потом Рихмана, да, в Москве. А как и не убило это, вот понимаете, что такое трехметровая искра? Это значит, что там 2 мегавольта было напряжение. Вот как, может быть, он где-то там спрятался, или как-то он схитрил, там непонятно. Но, в действительности, когда облако подходит к высотным сооружениям, приблизительно 100-200 метров, то опять же, молния не бьет в Останкинскую башню, или Эмпайру Старт Билдинг. При подходе облака, в основном, в большей части случаев, в подавляющем, оттуда поднимается, вот тут нарисована восходящая молния. И она обычно положительная. Ну, естественно, если отрицательно заряжена облака. Ну, точно так же бывает и наоборот. Бывает, приблизительно в 10% случаев положительная молния и восходящая отрицательная. Ну, вот всякий тут удар в пусковую установку. Почему, например, защита нужна? Вот, так сказать, на мысе Канаверал реальная ситуация, которая... Ну, вот есть всякие молнии, ну, так условно, можно назвать незавершенные. Вообще, если брать все молнии, то 10 из 9, то есть 9 из 10 молний это внутриоблачные разряды. Естественно, дотянуться километры до Земли гораздо раньше каналы, которые есть, встречают другие каналы, и в основном вот то, что называются зорницы, всполохи, это в основном внутриоблачные разряды. Только одна десятая из них доходит до Земли и одна десятая из них положительная. Вот восходящая молния. Это с Эйфелевой башней, это с Останкинской башней. Видите, почему видно, что она восходящая, вы уже, наверное, научились. Видите, что ветвится, она вверх. Вот в какую сторону ветвится, туда молния движется. Но тут на Эйфелевой башне фотография плохая. Поэтому если, так сказать, подумать и сделать проводник заостренным и поле поднимать, 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 то оно будет вытесняться, 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 но когда поле превышает определенное напряжение, вот те самые 30 кВт на сантиметр, которые есть для пробоя, то отсюда с кончика начинает вылетать специальная такая плазма, которая называется стримерами, а если поле еще поднять вот до того самого порога образования лидера, то начинает стартовать лидер. То есть в действительности молния живет, потому что по ней течет ток. То есть это ведь не замкнутый проводник, ведь фокус-то в чем? Ток течет в замкнутых проводниках, а молния не замкнутая. Вот за счет чего она течет? И вот это вот такие, ну это скетчи, то есть нарисованы, это конечно не фотографии, вот как рисовали молнию, что у вас как бы вверх уходит положительный конец, вниз идет отрицательный. Ну это разные типы молний, которые не бывают. То есть это называется так сказать бай-дирекшнл лидер, то есть лидер движущийся в двух направлениях. А вот движется он за счет того, что с конца в молнии все время течет ток. Ток вот за счет чего он течет? За счет того, что движется лидер, а за счет чего движется лидер, вот этим и занимались ученые. Вот здесь это вот тоже скоростная съемка молнии, и вот на скоростной съемке видно, вот это кончик лидера. Видите, вот он движется, и мы видим, что перед лидером есть, это совсем современные данные, это, видите, работа 2010 года. Ну, есть такие работы и более поздние, но смысл такой, что перед кончиком лидера что-то происходит, и вот это что-то обеспечивает ток через молнию, какой-то физический процесс. Вот это, это, мы подошли уже прямо на самый край научный, да, потому что это изучается сейчас, но надо сказать, что люди, предположения, модели были сделаны раньше, да, и были сделаны раньше, когда научились делать большие-большие искровые разряды, да, вот этот так называемый генератор Маркса, был такой Маркс, не Карл, но Маркс, который придумал генератор, который дает постоянное поле большого напряжения, ну, вот этот генератор до 6 мегавольт может давать, и довольно большую энергию до 6, это под Москве, в Истре, и вот искры 130-150 метров, это огромные искры, получали на земле, получали таким способом, да, ну, и соответственно, естественно, таких искр может быть не 10, или там 20-30, сколько за сезон удается, даже триггерной молнией поймать, а это можно сделать 20-30, а может и до 100 разрядов в день, и вот эта мысль была правильная, и мысль, что длинная искра, ну, совсем длинная, не короткая, может быть похожа на молнию, и она тоже должна распространяться как молния, это вот в Англии тот же самый сэр Базиль Шонланд и Алибоны, а у нас Камельков, они провели эксперименты и увидели, что лидер есть и у длинной искры, то есть, что вот там, опять же, что есть маленькая искра, да, а вот есть большая, искра, ну, и вот, как они изучаются, это, вот это, вот видите, гимн, он весь зажигается, потому что там каждый этаж переключает свою энергию, и вот она идет в искру, ну, чтобы это можно было изучать, то, конечно, эту искру делают вот здесь 12 метров, 12 метров, 10-12 искра, вот, вот здесь, это фотография, вот здесь мы видим те же самые каналы, да, которые незавершенные, ну, вот тоже красивые фотографии, такие, вот это 3 метра, вот этот стержень 3 метра, то есть, это довольно большие такие искры можно получать на земле, вот, ну и соответственно, опять нужны лидер молнии, все-таки, там это 100 ампер, до киломпера идет, а лидер на земле это приблизительно токи несколько ампер, это меньше, значит, соответственно, нужно гораздо более чувствительное оборудование, и соответственно, молния проходит километры, а здесь мы проходим метры, поэтому на 3 порядка, как ни странно, исследовать молнию легче, чем исследовать длинную скорую, и вот есть такие специальные камеры, создаются с усилением изображения, таких камер в магазинах не продают, у которых выдержка кадров может доходить до, ну сейчас, во всяком случае, достигли 20 пикосекунд, да, ну вот та камера, которой мы пользовались, она до 200 пикосекунд, нам не нужны такие разрешения, но просто для справки, 20 пикосекунд это время, на которое свет сдвигается на 6 сантиметров, то есть вообще говоря, то есть это очень мало, за наносекунду свет сдвигается на 30 сантиметров, вообще говоря, мы в своих экспериментах на земле, когда она у нас там 30-100 метров до искры, мы вообще учитываем скорость света, потому что если мы выставим, если мы выставим задержку слишком короткую, то свет может просто не дойти до камеры, не успеть, она настолько, настолько чувствительная, вот это так называемые стримеры, это такие очень маленькие и быстро бегущие, настолько быстро, что даже на этой картинке они движутся на порядок, иногда больше, раз в 20 быстрее, чем лидер, вот тут показано, при каких значениях, я не буду углубляться, потому что этот самый, вот, но они, это не все, когда, когда стали систематически со спутником, ну, обиженные люди, как же мы со спутником, не видим, они стали со спутником, смотрите, открыли еще один гигантский тип разрядов, так называемые эльфы, ну, они, конечно, пишутся элф, то есть, это некое такое сокращение, да, но был открыт, это тоже гигантские, такие, как бы торы, такие расширяющиеся, ну, их объяснить, оказалось, легче всего, молния, это такой, как бы здоровенная, несколько километров, антенна, она дает мощный электромагнитный импульс, который распространяется, и эльфы находятся на большой высоте, где еще меньше молекул, и параметры ЕКН превышаются, и поэтому, вот такой бублик, это как бы бублик, где поле превышает пробойное, но для тех высот, следующее, тут параметры, эльфа, но, потом, начи, когда гонялись за спрайтами, открыли, так называемые, джеты, еще класс разрядов, которые уже теперь идут, прямо с края облака, так называемый, блуджеты, вот, обыкновенная фотография, какой-то человек снял, дальше, вот, а вот есть, а потом были открыты, в 2002 году, гигантские джеты, то есть, это с края облака, да и анасферы разряд поднимается, вот, про эту историю, мнение назад чуть-чуть, вот, про эту историю, вот, там, первым автором стоит, Виктор Пасько, это такой, украинец, который работает на, в, в Америке он работал, и на то, что они что-то открыли, он начал орать, а дело в том, что, ну, для того, чтобы найти на записи какие-то вещи, идет, кроме видеодорожки, идет звуковая дорожка, а, ну, как бы, у ученых всегда такая вещь, что первичные данные никогда не изменяют, вот, есть первичные данные, первичная пленка, с нее переписывают, потом можно преобразовывать, но первичные данные всегда в архиве, потому что, если ты сохраняешь только часть, то ты можешь что-то потерять, чего ты сейчас еще пока не понимаешь, и эта пленка сохранилась, с его криком, и вот на конференции Инон подходил к нам и спрашивал, говорит, а что он такое кричал, ну, я не буду повторять, хоть он и коверкано говорил, но от слова мат там была, ну, мы, конечно, сказали, мы, конечно, сказали, что это просто у него возгласы были, но он просто от такого впечатления, там, извините, матерился, и это до сих пор на пленке есть, то есть, ну, просто надо понять, что, как физики шутят, сказано, вы знаете, первое открытие, которое ты делаешь, как трудно сделать хоть какое-то ничтожно маленькое открытие, и вот во время разряда молнии, вот ее эффекции, ее проявлений, целый зоопарк, видите, ну, это, так сказать, американская картинка лет 15 назад, тогда они еще все там, видите, тролли, и морковки, да, и эльфы, и гала, и ред спрайт, и блуджет, и гигантский, и так далее, и так далее, ну, тут люди и эти, гномы есть, тут и пик, ну, то есть, дело в том, что, понимаете, тут плазменные явления, плюс это могут быть какие-то артефакты, плюс оборудование как-то работает, то есть, то есть, это сейчас область, которая очень активная, исследуется, это современная область, каждые несколько лет запускаются спутники, которые изучают эти явления, и, в общем, это большая и важная область, как бы сказать, более скромная, конечно, сейчас классификация вот так, называется этот Transit Lightning Effects, то есть, переходные процессы молнии, да, но они всегда происходят во время разряда молнии, да, и блуджет, и гигантские джеты, и спрайтеры, и будут вопросы, в 94-м году, опять же, совсем недавно, Джеральд Фишер из Центра управления Маршалла, они делали, это была, так, космическая обсерватория, имени Комптона, для изучения нейтронных звёзд, чёрных дыр и остаток свердновых, то есть, это телескоп, который должен был направлен быть к определённым объектам, они его отлаживали, но когда отлаживали, они не хотели, чтобы на них что-то летело, они телескоп к Земле направили, и вдруг увидели от Земли идущие гамма-кванты, а гамма-кванты, это огромная энергия, это энергия мегаэлектрон-вольт, и такие явления, вообще, да, на Земле были известны, только, либо на ускорителях, либо во время взрывов атомных бомб, поэтому, хотя это в 91-м году, до 94-го года, они разбирались, может быть, кто-то осуществляет ядерные взрывы, или работу с ядерными материалами, ну, которая нигде не задокументирована, это одна из самых жёстко контролируемых областей, кто-то делает бомбы, потихоньку их взрывает, а мы тут не видим, но, с другой стороны, если взрываются бомбы или что-то, должны быть явления и побочные, радиоактивность, сейсмические явления, вот ничего не нашли, и они в 94-м году это опубликовали, что, извините, ребята, есть от Земли гамма-вспышки, и мы их видим с определенной регулярностью, следующая, но оказалось, что эти вспышки через несколько лет, в 97-м году, обнаружили, что они происходят во время грозы, оказалось, что есть очень сильные корреляции с гамма-вспышками во время грозы, и вот, все эти, вот, рхези, ферми, эджели, это всё спутниковые приборы, которые, вообще говоря, для изучения космических этих самых, они всё более лучшие приборы, и вот уже, это итальянский прибор, до 100 мегаэлектрон-вольт, они кванты измеряли, но 30-40, это вообще не это, потом они начали позитроны, не только гамма-кванты, позитроны, это вообще антиматерия, то есть, во время вспышек грозы, появляются вот такие чудовищные кванты, и появляется антиматерия, да, давайте следующее, ну вот, Джозеф Двайер такой есть, и Дэвид Смит, они тут предложили всякие механизмы, я хочу сказать, что это область, которая до сих пор непонятна, мало, но что-то, то здесь, это область, совсем последних исследований, но и эта область сейчас очень активно исследуется, потому что, вообще говоря, мы должны чётко различать, когда у нас взрывается атомная бомба, а когда горит гроза, потому что кто-то может взорвать атомную бомбу во время грозы, и мы это не отличим, поэтому нам надо, не только атомную, там, термоядерную, поэтому с этим надо разбираться, и в эту область сейчас вкладываются большие средства, регулярно выходят сейчас спутники, но и это ещё не всё, оказывается, во время грозы и на Земле, эти гамма-кванты, и вот наши коллеги, Челенгарян такой есть, Ашот, академик Армянской академии наук, у них на рогации, и есть целый комплекс, тоже для исследования космических лучей, и они, когда исследовали космические лучи, те же самые огромные коллеги, те же гамма-кванты, мевных энергий, увидели на Земле, вот, ну и вот, собственно, сейчас этим мы занимаемся, тоже начинаем это исследовать, как можно это смотреть, ну вот, то, что я хотел рассказать, я хотел показать, что вообще говоря, даже такая область, которая кажется, 250 или 260 лет назад исследована, она не только не исследована, а мы натыкаемся, то есть мы в действительности только подошли к, ну, к каким-то очень важным вопросам, да, зарождается молния, откуда, как может в грозовом облаке рождаться десятки мевных кванты, не знаем точно механизмов распространения вот этих гигантских разрядов, то есть у нас еще на много лет много работы, и нам будет что вам рассказать. Спасибо.